Привет всем! Сегодня рад представить шестой урок. Работа с JSON. План видео следующий. Работа с JSON. Преобразование row to JSON и обратно на стандартных средствах и на JavaScript. Второе это на преобразование row to JSON и обратно на Java встроенном коде. Разбор вложенных JSON и XPath. JSON aggregation преобразования. Проектирование вложенных JSON. Ну а теперь поговорим непосредственно почему JSON настолько важен в том числе для SUBD. Как мы его можем использовать. Собственно говоря, какие SUBD поддерживают JSON each row и преобразовывают их в непосредственно row. То есть в одном ячейке мы храним JSON each row. И в случае чего нам на универсальный, на SQL, на SQL или на чем-нибудь еще, мы можем послать запрос, который нам преобразует JSON each row в row. Это у нас SUBD, Postgres, Greenplum, Microsoft SQL сервер. Можно посмотреть, как работает ClickHouse, Kafka и NGYN. Для того, чтобы понять документацию, посмотрите и поймете, почему JSON нам так важен. И Greenplum интеграция с Kafka. Давайте посмотрим, почему вообще в принципе и как можно перенести таблички и использовать JSON. Допустим, у нас на LTP системе есть FAC movement и FAC stock. И мы хотим, там у нас их табличек может быть очень много, но мы будем каждую строчку FAC movement и FAC stock переделывать в row to JSON. И вставлять в Stage Insert. И фактически у нас row 1 это будет не row, это будет ячейка. Допустим, это FAC movement, строчка FAC movement будет лежать в row 1, а строчка из FAC stock лежать в row 2. То есть здесь как бы не принципиально какая строчка лежит в коей ячейке. Но здесь стоит сразу понимать, что если мы считываем 20 мегабит per second, то на вставке у нас за счет того, что JSON более избыточный и JSON преобразуется в row, мы получаем на выходе нагрузку 100 мегабит per second. То есть приблизительно в 5 раз у нас увеличивается трафик между системами. Но давайте разберемся, почему стоит ли это того. Ну вот на SQL скрипты отправляем Stage Insert, row 1, row 2, и эти row 1, row 2 перекладываются FAC movement и FAC stock. Если у нас табличек будет больше сотни, больше тысячи, у нас все равно будет задействован этот самый механизм универсальный. Поэтому как-то универсальный механизм, он не зависит от количества наших строчек, ни количества таблиц, ни от чего. А Stage Insert после вставки данных в FAC movement и FAC stock мы можем ее потихонечку затирать, удалять ненужные данные. То есть фактически мы получаем универсальный механизм переноса практически любых данных из одной СУБД в другую. И причем масштабироваться, поэтому можно довольно-таки хорошо и довольно-таки просто нужно подать количество, сколько нам нужно из целевой системы, LTP системы. Ну хорошо параметризируется на самом деле, что я хочу сказать просто. Мы здесь нигде не уговорим, сколько у нас этих участвует, просто нам нужно под каждый ETL процесс, нужно понять, с какой мы таблички забираем и в какую табличку вставляем. Все это в принципе делается на петах DataGration в принципе. Ну не очень просто, но в принципе можно, возможно и возможно это делать. И допустим вставка ETL данных через JSON-H-Row плюс Kafka, мы также из LTP системы выбираем строчки, преобразовываем JSON-H-Row и дальше скидываем в Kafka-Engine, в Kafka и уже DB-вис Kafka-Engine. Ну допустим, ClickHouse, она самостоятельно забирает, самостоятельно регулирует работу с Kafka, со смещениями и гарантирует, что у нас все будет хорошо со стороны ClickHouse. Ну собственно говоря, давайте перейдем в петах DataGration и разберем Row to JSON и обратно. Так, теперь перейдем в петах DataGration и откроем, что я приготовил к уроку. Lesson 6, Row to JSON, потому что если все показывает сразу и JSON-Row и Row to JSON, то мой наверное будет в голове каша. Давайте JavaScript откроем Row to JSON и попытаемся понять, почему этот степ я вынес сюда. Ну здесь для чего? Видим, что на превью в ID.Volga.Name мы генерируем большое количество строчек определенного формата и на JavaScript мы преобразуем ID.Volga, заковырием в массив. И собственно говоря, что нам это дает? Сколько нам строчек обходит? 5 строчек кода и мы в принципе контролируем даже визуально, контролируем какой же сам у нас будет на входе. И дальше мы преобразовываем, вот в этой строчке кода, мы преобразовываем JSON, преобразовываем в string, просто потому что Pentax DataGration не поддерживает JSON нативно. Собственно говоря, вот какие у нас есть преимущества. Довольно-таки где-то около 400 тысяч строк в секунду она работает. Ну и подходит для быстрого проектирования выходного JSON. Это видим, что быстрое проектирование, можем делать в любой вложности. Это чуть позже в этом видео. Ну а недостатки. Нужно JavaScript сопровождать этот код. При удалении поля у нас скрипт перестанет работать. Нет инъекций метаданных. И не очень высокая скорость преобразования. Row to JSON. Поэтому, если вы хотите прям быстро-быстро работать, то это явно не JavaScript. И переходим к следующему. По этому, по скорости работы, то это у нас JSON output. JSON output. Здесь мы можем задать, как у нас будут, начиная видеться блоки, сколько он строчек обрабатывает. Если сделан JSON all rows, и нолик, то он будет, все строки входящие, он будет в большой JSON формат. А, в JSON, да, в JSON поле. И можем здесь сделать, вывести куда-нибудь. Ну и здесь предварительно нужно выбрать ID и Name. Так, и теперь, для этого, тот же самый трюк проделаем Name.Gsun. И сгенерируем то же самое количество строчки. Посмотрим, до какой скорости разгоняются стандартные степы. Давай, StepMetrics смотрим. Будет порядка 500. И, собственно говоря, какие у нас простое интуитивное использование. Не только JSON each rows, но еще JSON all rows, JSON all rows. Можно сделать. То есть, вывод файл поддерживает инъекцию метаданных. Видим здесь, видим здесь значок инъекции. Но недостатки, ну, по сравнению с JSON, это все-таки более высокая скорость работы. А вот по недостаткам пройдемся. Не поддержит binary ни в каком формате. То есть, люби на летающем, все забыли про этот степ. Можно делать батчи фиксированного размера заранее определенного, но не того, который, допустим, мы по ID-шке какой-нибудь выбираем данный и хотим по ID-шке, чтобы батч у нас сформировался. Допустим, при смене ID-шки менялся батч. Такого здесь нельзя. Нет возможности выбрать все поля, как мы, если в Select, мы просто можем, там, если, допустим, какие-то там поля нужно удалить, мы можем просто на степе Select удалить одно поле и не действовать все остальные. Собственно говоря, это есть и плюсы, и минусы. А если мы хотим, допустим, JSON AllRows и EnRows, то мы заходим сюда и делаем двоечку. А, вывод не показал-то, елки-палки. JSON AllRows. JSON All. Так, что у нас с двоечкой был? Ага, вот с двоечкой. Собственно говоря, AllRows у нас должен быть с ноликом, EachRows должен быть с единичкой. Так, EachRows увидели, с двоечкой увидели. И давай теперь с ноликом увидим, что он нам дает. Вот он, видите, все штуки нам организует в... Все строчки, которые были поданы на вход, он преобразовывает в одну большую строчку на выходе. Собственно говоря, плюсы и минусы увидели. Поехали дальше. Теперь переводим на Java, встраиваемый код. И здесь видим, что здесь есть некоторые строчки кода, которые нам говорят, как наш поток байтов мы переделываем в строчку. То есть это нужно для того, чтобы работать с бинарными данными. Вот, собственно говоря, таким образом можно хардово сделать бинарные данные. И, собственно говоря, видим, здесь есть Type Binary. Value не равно null. И здесь возвращаем в PostgreSQL аннотации, возвращаем бинарный формат, который можно потом преобразовать будет в Binary. Собственно говоря, здесь строчек кода немного, но они есть. И здесь мы используем библиотеку org.gsun.object. Давайте теперь мы говорим, если поговорили, давайте теперь посмотрим, что происходит. gsun.hrows. Видим, что AmurVolga делает нам то, что надо. VolgaVolga то, что надо. И посмотрим, какая скорость работы. 950 тысяч срок в секунду. То это на порядок выше, чем использовать предыдущие степы. А значит, что нам, какие преимущества дает. Высокая скорость работы. Поддержка бинари. И переносит все строки доступные строки. Так, недостатки. Переводят все доступные сроки. Но конкретно этого скрипта можно действительно какие-нибудь исключения туда добавить, так как это Java код. И можем туда добавить какие-нибудь исключения и все остальное. И здесь нужно знание Java. Но, как говорится, если мы хотим, чтобы у нас все работало быстро, а тем более, когда мы будем работать с Kafka и с Kafka стримингом, то нам нужно будет в основном писать все на Java. Потому что это самый быстрый способ работы с JSON. Открываем теперь. Была у нас информация ROW to JSON. Теперь пытаемся JSON to ROW сделать стандартными средствами. Здесь будем использовать JSON input. На JSON input нам подается объект Message. Здесь используется Message. У нас задан ID. Мы должны распарсить весь массив. И ID, которая встречается на любом уровне, мы должны подкинуть на уровень, извлечь ее и подставить ID. И name извлечь из массива и подставить тоже name. Все, в принципе, понятно. Таким образом, вот это идет использование JSONx path. То есть здесь path наш. И фактически мы можем таким образом работать. Давайте теперь посмотрим, что у нас происходит. на всех путях. Видим, что здесь preview data мы подали. Здесь видим, что все вроде бы красиво. Ну и теперь давайте посмотрим у нас generate rows. Уже знакомые всем. Здесь сколько там миллионов, не помню. Очень много строчек. Давайте теперь посмотрим на стекметриксы. И стекметрикс вот этот и вот этот бенчмарки. Они нам показывают, что у нас по большому счету низкая скорость производительности состоит на приблизительно 26-27 тысяч трех секунд. В большом счету использовать input JSON для работы со строками внутри pentagon integration. Это непозволительная роскошь и работает, честно говоря, очень медленно. Давайте остановим, потому что принципиально мы здесь увидели все. И работу с xpass мы увидели, fields, и работу с данными увидели. Ну, это прям реально очень-очень медленно. Теперь для чего подходит этот степ в принципе? Это для чтения данных из файла. У нас в директории лежит же сам этот. Подкидываем практически тот же самый. Вытаскиваем ID и name. И начинаем по нему раном. И теперь смотрим, сколько стекметрикс мы получим. Скорость мы увидим, что очень-очень долго будет он у нас разгоняться на чтение. Сначала думать, думать. Непонятно, почему так долго. И, собственно говоря, и скорость сейчас, ну, разгонится, наверное, до 150 тысяч строк в секунду. Ну, это при всем при том, что он там практически там 28 секунд, чего не делал. Скорость чтения в принципе неплохая, но у меня ощущение, что он сканирует изначально весь файл, а потом начинает его обрабатывать. Что, собственно говоря, не очень-то и радостно в наших реалиях. Теперь объясним, как все это можно сделать. И здесь нам выручат тот же самый Java код, который сможет очень быстро все это обработать. И мы поймем, с какой скоростью приблизительно можно достигнуть на операциях, бачевых операций, когда нам пришел бач, нам нужно быстро что-то разобрать. То это Java код. Давайте теперь посмотрим. Посмотрим степ метрик сразу же и поймем, что 679 тысяч мы в потоке получаем почти 700 тысяч мы по сравнению с 26 тысячами. Это прям очень-очень много. GenerateRoles, тот же самый бенч стоит. И мы понимаем, что преимущество, высокая скорость преобразования данных происходит для быстрой обработки данных. Недостатки Java сопровождения кода и падения при удалении поля вешат на обработку исключения. О чем здесь речь? Мы когда собираем поле JSON Message, мы его преобразуем в объект и у объекта пытаемся вытащить поле IDE. Если поле IDE нет, он падает с exception, и нужно это exception обработать. И потом getLong. Long у нас преобразуется в IDE тип Integer. Это соответствие у нас кеталовских типов и джавских типов. И getStringName преобразуется в string. Собственно говоря, кода там практически чуть-чуть, и мы используем библиотеку org.gsun. Скорость работы, в принципе, довольно-таки высокая. Все, что я хотел по этому поводу сказать, я рассказал. И давайте перейдем к следующей части нашего видео. Переходим к разбору вложенных джессанов. Посмотрим, каким образом у нас возможна работа. И давайте перейдем к уже стало понятным в pentacle.aggression. И будем разбирать вложенные джессаны. Откроем, что у нас к уроку. Это xpass. Посмотрим, хотя бы маленькие примеры с xpass, потому что xpass лучше почитать самостоятельно и понять, как это все задается. И давайте посмотрим, на что он ссылается. Мы вычитываем из input.gsun, вычитываем какую-то структуру. Чтобы понять структуру, какую мы вычитываем, мы должны увидеть сам input.gsun файл. Так, откроем VS коде. И посмотрим, что есть дата. У нее есть, внутри нее массив находится. И мы должны, допустим, нам интересно отсюда получить, допустим, информацию по транзакшенам, по клиенту. И транзакшен клиент будет достаточно, чтобы получить информацию. Давайте посмотрим, как это делается. Допустим, id.transaction.id. Нам нужно написать двоеточие. Transaction.id. Transaction.id. Для того, чтобы дойти в транзакшен, здесь нужно выбрать поле id. Если мы хотим вытащить product.id, мы должны найти transactions, потом дальше info, и уже дальше product.id. то есть вытаскиваем product.id. Собственно говоря, это маленький пример. И pricing, соответственно. Если клиент, нам нужно найти клиента и подкинуть его name. И у менеджера тоже самое name. Давайте сделаем preview rows. Собственно говоря, видим то, что надо. Таким образом, мы в некоторый раз еще раз повторили JSON input file, JSON input step, и поняли, что чтение данных можно осуществлять не только там той структурой, но и более сложных структур, создавая, каким образом обходить нам пути, какие нам поля нужны или поля не нужны. Собственно говоря, поэтому я на видео и все. XPass, конечно, намного больше интересных возможностей в самом XPass, но это выходит за рамки нашего урока. Собственно говоря, здесь была основная цель дать более поверхностное понимание, как работать с XPass. запустим, поймем, что действительно на preview data все хорошо, и по этому степу, наверное, у нас все. Так, давайте разберем, как можно JSON агрегацию сделать на стандартных преобразованиях Давайте перейдем в пинтаху и посмотрим, как это все делается. Так, теперь открываем, что JSON агрегацию JSON агрегацию Давайте посмотрим, собственно говоря, каким образом происходит агрегация нужных нам батчей. В датагриде мы формируем некоторые данные. Мы хотим product ID есть цвет, есть его характеристика, есть, ну, там, батарея, максимальная мощность, ну, и, короче, есть продукт, есть характеристика, есть value. На конечном этапе мы хотим получить продукт и в дату заковырять характеристик, цвет, то есть по каждому продукту мы хотим получить получить такие, то есть его характеристики, продукт и все его характеристики. Ну, указание характеристики, цвет, допустим, product1, это все характеристики цвет красный, то есть характеристик ну и, собственно говоря, все, что перечислено было на это. Для этого нужно JSON характеристик переименовать характеристик и на этом степе мы то есть заковыриваем характеристик цвет и value красный. То есть фактически делаем из нее структуру. Select value для того, чтобы нам уменьшить размерность. Sort rows для того, чтобы у нас JSON aggregation и вот, собственно говоря, JSON aggregation мы конкатинируем, separated by точка запятая и на этом мы получаем собственно ту самую агрегацию, которую нам надо. И все это нужно теперь сложить в array и, собственно говоря, вот var product JSON value переходит у нас в JSON JSON value, который был агрегирован у нас. Видите, JSON value мы говорим, что давай его подкинь сюда как массив и он, собственно говоря, собирается как массив. и дальше JSON string aggregation JSON перекидываем уже непосредственно для агрегации нашего массива. Собственно говоря, такие простые степы нам дают получить возможность агрегации. Проектируем в лоноженных JSON. Что мы здесь будем иметь в виду? Мы увидим мы будем строчки объединять по их логическому логической принадлежности и делать вложенный JSON для того, чтобы его сохранить в какой-либо системе. Так, открываем JSON структур и открываем JavaScript. Собственно говоря, давайте посмотрим здесь превью дата. у нас есть видим менеджер name менеджер name менеджер last name клиент name клиент id city price quality transaction id и еще здесь product id который используется. Ну, давайте теперь попытаемся сделать из него какой-то более-менее интересный JSON и, собственно говоря, здесь нам происходит уже знакомый в первом части видео собственно говоря таким образом мы можем очень просто сделать вложенную структуру и на JavaScript и, собственно говоря, давайте посмотрим, что получаем на выходе. Мы получаем на выходе row2json и здесь видим, что есть n-ное количество уровней вложенности клиент клиент id клиент name локалити это city владивосток transaction transaction id и здесь у транзакшена есть info это product id price quality и sum sale проще, конечно, здесь смотреть видно уровни вложенности это transaction id info info это тоже вложенный этот то есть на самом деле все довольно-таки просто и очевидно каким образом можно делать многострочные JSON и, в принципе, с этим довольно-таки просто работать выводы ну вот теперь настало время выводов и рекомендации по JSON это какие-то общие создание ETL с гибкой логикой мы можем за счет универсальных степов там row2json мы можем в принципе сделать ETL логику нашу гибкой и переносить таблички с очень разной структурой между разными с UBD это большой плюс и большой плюс можно логику самих преобразований тоже хранить в JSON то есть после этого мы можем добиться очень гибкой гибкости в ETL это нам именно приносит JSON теперь второе наверное то к чему мы в принципе ведем наши исследования это возможность задействования кавка в качестве универсальной шины данных то есть кавкой нужно уметь работать нужно понимать каким образом работать нужно уметь ее задействовать как шину данных для того чтобы перекидывать миллионы миллиарды записей в принципе жить с этим как-то нормально теперь видео мы конечно не рассматривали но нужно постоянно иметь ввиду что работа REST IP сервисов на сегодняшний день осуществляется с помощью JSON запросов и JSON ответов ну или точнее JSON возможно запросы ответы либо пост там пост запросы и JSON ответ и собственно говоря если мы не сможем это делать то JSON никак работать то поставим крест на работе средств IP всеми сервисами и теперь самая главная рекомендация стараться обрабатывать JSON на Java которая встраивается в Pint integration причем она обеспечивает наибольшую скорость работы среди всех степов которые мы можем разработать спасибо за внимание заходите на YouTube канал заходите на мой сайт вставляйте комментарии буду рад спасибо за внимание